Мальчик лет восьми, со светлой шевелюрой, в грязной оборванной одежде, на босу ногу, с опухшими то ли от слез, то ли от болезни глазами жадно впился в булку хлеба. Перед вами картина Владимира Маковского свидания 1883 года, которую изучали все школьники Советского Союза. Кто-то уже позабыл ее, а кому-то она врезалась в память навсегда. Картина описывает тяжелый для народа период после отмены крепостного права. Мать-крестьянка из бывших крепостных приехала из деревни в город, чтобы проведать своего сына, которого по нужде отдала в подмастерие хозяину. Печальный взгляд женщины, безысходность, горечь, перемешивающаяся с радостью редких встреч. Обратите внимание, матери, одетой в зимнюю одежду, позволено увидеть босоногого сына только в прихожей. Дальше сеней деревенскую крестьянку хозяин подмастерия не пустил. Ребенок с жадностью поедающий калач. Это картина подавляющей части русского населения империи. Также со школьных лет многим запомнились. Бурлаки на Волге Ильи Репина, Тройка Перова, крепостных меняют на собак Ижакевича у дверей школы Бельского. На фоне картин царского периода, советское изобразительное искусство, представленное в учебниках, выглядело как луч солнечного света среди мрака прошлой царской эпоки. И Ленин такой молодой, и Сталин такой душечка, и колхозники все сытые и радостные, но если только не считать двоечника с картины Федора Решетникова. Мы не будем углубляться в политику на этот раз и метать бисер перед свиньями. Перейдем сразу к одной из самых знаковых советских картин, изучаемых в школе. Многие помнят картину под названием «Утро», где тоненькая девочка, в залитой светом комнате, делает зарядку. Будучи школьниками, некоторые подписчики нашего канала даже писали по этой картине сочинения. Но мало кто знает, как звали эту девочку, где жила и как сложилась ее судьба. Картина эта написана в 1954 году в Киеве художницей Татьяной Яблонской. Может кто-то уже догадался, знаменитой на всю страну картине позировала ее дочь 13-летняя Елена. И мало кто поверит, но кажущаяся респектабельной солнечная комната девочки на самом деле была обычной бедной киевской коммуналкой. Семья была бедной настолько, что девочка Елена никогда не приглашала к себе в гости одноклассников. Отец от Рощенко их бросил, а мать художница, писавшая картины, растила двух детей одна. Финансовое состояние семьи не поменялось даже после грандиозного успеха картины «Утро». Партия заметила работу украинской художницы и включила ее во все школьные учебники. Примерно в это же время, в далекой от Киева Алмате, со школы вернулся 14-летний мальчик Арсен Бейсимбинов. Глаза его горели, сегодня в школе по новому учебнику изучали ту самую картину Яблонской «Утро». Мальчик был так сильно увлечен этой безымянной девочкой, что даже знаменитый Набоковский слог с его лолитой не смогли бы описать его влюбленности. В этот же день Арсен побежал в книжный, и купив репродукцию картины, повесил ее у себя над кроватью. «Ты мне нравишься, и я тебя найду», — сказал сам себе малолетний казахский Ромео, и как показала история, настойчивости его позавидовал бы даже терминатор, ищущий Сару Коннор. Шли года, Арсен ложился, глядя на Елену, вставал и делал зарядку, как показывала волшебная и далекая незнакомка на картине. Как на вождение, мальчик стал пробовать рисовать девочку и поставил целью после школы поступить в Московское художественное училище. Цель свою в поступлении в Московское высшее художественно-промышленное училище Арсен достиг легко, так как школу закончил на золотую медаль, став к тому же лучшим студентом на курсе. И тут, как сказал бы философ, звезды сошлись в этом же году, на этот же курс приехала поступать дочь художницы Татьяны Яблонской. Пойдя по стопам матери, Елена поступила с трудом. Учась неприметна, как всю жизнь привыкшая быть серой мышкой, заметила, как на нее засматривается самый видный студент на курсе. А Арсен не понимал, что происходит, почему его тянет к этой девушке с Украины. Что-то было в ней родное, притягательное, как будто мощный зов из детского сознания что-то хотел ему подсказать, но не говорил. Ловя себя на мысли, что не может оторвать своего взгляда от Елены, большой и сильный Арсен скрывая волнение пошел знакомиться поближе, благо повод был, помощь в учебе. Так они начали встречаться, а позже решив познакомить свою избранницу с родителями Арсен повез ее в Алмату, где в его комнате Елена обнаружила над его кроватью свое 13-летнее изображение. Всю жизнь Елена стеснялась говорить кому-либо, что для этой знаменитой картины позировала она в своей коммунальной комнате. Стыдясь своего бедного прошлого, эта картина напоминала ей нужду и безотцовщину, старую зашарканную мебель и скрипучие полы. Но здесь в Алмате стоя в комнате своего избранника потрясенная тем, что оказывается всю его жизнь была музой и вдохновением впервые призналась, что это она на картине. И здесь Арсен понял, почему эта неприметная скромная девочка из далекого Киева сразу приковала к себе его внимание. Так Арсен Бейсимбинов и Елена Яблонская поженились и остались жить в Алмате. 40 лет они прожили вместе, работая иллюстраторами книг и мультфильмов, родили и вырастили сына, а в 2000 году Арсен умер. Так девочка с картины «Утро» осталась без любви всей своей жизни. Сама картина Татьяны Яблонской хранится в Третьяковской галерее. Репродукция картины «Всю жизнь», висевшая у изголовья мальчика Арсена, семья потеряла при переезде, но первый свой портрет со студенческим признанием любви Арсена Елена хранила всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok